вот я тут добавил некоторые картинки про прошлым примером вот ну вот частности типа задач на меньше квадратов картинка грубо говоря такая данные сгенерированы синусом случайным с шумом добавленным вот кривая сделана линейной моделью где матрица это матрица вандермонда для типа полиномы 7 степени несложно видеть что в принципе не так уж плохо это все и останавливается вот значит малоранговое приближение можно визуализировать вот таким вот образом когда вам надо матрицу приблизить высокой и длинной матрицей это скорее к тому чтобы возможно если вы что-то забудете у вас хотя бы картинка в голове останется и вы сможете исходя из картинки восстановить собственно саму формулу которую в конце надо получить это не получить а использовать вот так это был прошлый раз это был тоже прошлый раз смотрели на то выбор ранга вы как выбор ранга влияет на качество установления изображения вот видим что общем на 150 уже в принципе все не так плохо и коэффициент сжатия получился равный примерно в два раза меньше надо чтобы все это дело хранить вот ну собственно это все были игрушечные задачи теперь чуть более реальная жизнь значит на графике показано сколько параметров надо чтобы работали некоторые модели нейросетевые вот ну в общем вот здесь вот по оси не знаю наверно все равно плохо видно я старался все таки скейл сделать чтобы было хорошо ну вот так надо а отлично короче говоря тут в миллионах единицы вот ну и видно что вот типа какие-то там условно десятые годы все делал посернику росло и выросло да в общем примерно там несколько миллиардов вот для gpt3 state of the art модель для всяких языковых историй типа чат-боты дополните предложение в поисковике и все прочее и понятно что вот хранить такое где-нибудь на мобильном телефоне довольно тяжело это раз и два в целом обучать такое условно на русском языке или на каком-то другом языке который вы хотите это дело портировать тоже не очень приятно вот поэтому вопросы того как отдел сжимать они довольно актуальны сейчас вот этим занимают целые лаборатории там американских университетах и в европейских тоже вот и собственно кажется что есть даже некоторые какие-то соревнования то что вот такая модель давайте вы сожмите и как-нибудь так чтобы качество просела не слишком сильно вот так что случилось а да вот в общем вот все это дело пытаются сжимать различными способами что происходит чем прыгать он прыгает и не правильно отображается вот так да и часть методов которые борются с тем чтобы вот с этим вот не страдать основаны как раз таки на вот том что было показано вот здесь вот этом вот столько для более многомерных историй но все чтобы многомерно но плюс-минус сводится к вот этому вот и если это к этому не сводится то скорее всего будут некоторые проблемы либо с устойчивостью либо с памятью либо еще с чем-нибудь вот значит тут вот есть ссылочка на обзор можете почитать какие стандартные методы существуют которые вот позволяют бороться с безумным безумным количеством параметр вот это в завершении того что было прошлый раз пара сжателем а если эти вопросы может быть да должно быть по крайней мере если нет скажите я нас перерыв залью окей перерыв я обновлю тогда ну в общем да я думаю что вы справитесь обновить страничку там еще что-нибудь вот так вроде тишина да еще где здесь вопрос помимо того что почему чего-то не хватает окей вроде вроде просто ладно значит переходим последний последним типу задачи зачем оптимизации стандартная форма записи вот такая вот она называет стандартный по ней не просто так почему это важно именно такая форма будет ясно через несколько лекций да когда мы поймем что такое выпуклость в частности функции возможно уже сегодня возможно нет вот и тогда будет ясно почему именно почему эта форма не просто говорят что вот типа за счет оптимизации выглядит так они могут выглядеть несколько иначе но тогда будут некоторые проблемы с тем как авто более-менее автоматически решать вот при этом значит все функции которые будут выглядят обозначен просто за f они выпуклы вот определение пока несколько такое высокоуровневая тут есть некоторые дополнительные ограничения про которые будет сказано в свое время вот значит у таких задач аналитического решения чаще всего нет поэтому собственно две трети курса две трети курса очень будут посвящены тому как это численно решать с помощью итерационных методов вот собственно пройти методы мы будем говорить и потихонечку будем идти к тому чтобы понять как именно вот задача такого вида в самом своем как бы полной форме то есть никогда есть только равенство или только неравенство или когда они достаточно простые когда вот именно здесь какие-то произвольные ну плюс-минус произвольные почему плюс-минус тоже будет сказано в свое время какие есть какие есть ограничения на выпуклость версус эффективность решения там тоже есть некоторый зазор вот ну и отдельная проблему собственно как выпуклую задачу оптимизации распознать среди других задач линейной оптимизации которые могут выглядеть довольно устрашающе вот и с частью из них мы познакомимся уже через раз или через два вот ну да и в общем стандартные приемы существуют про них тоже поговорим ну скорее так я покажу как это происходит в детали вдаваться не буду вот но идея вот эти вот приемы заключается в очень простом как бы очень все что как бы общее замечание все что работает и масштабируется чаще довольно просто придумать и осознать в общем если что-то сложное то скорее всего она не работает или для больших задач она будет очень долго и упорно страдать вот идея очень простая мы берем некоторые наборы выпуклых функций простой которые там исходя из определения можно доказать а потом генерируем набор правил которые эти функции позволяют между собой сочетать и исходя из правил мы можем понять будет в результате выпуклой функции или нет вот а дальше я не знаю вам 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 рассказывать что там про языки программирования и то как делается парсинг и трансляция того что вы напишите на плюсах плюс минус 2 ассемблер отлично вот короче здесь тоже сам примерный происходит вы записываете выражение какое-то потом она дерево разбора строится и на основании этого дерева разбор принимается решение о том получается у вас выпуклой функции не получает соответствии с теми правилам которые известны вот и исходя из этих правил вы заодно получаете некоторую некоторую правильную форму задачи которые эффективно эффективно может решить заранее написанный solver вот то есть получается такая как бы многохладовочка чтобы в том плане что вы написали задачу парсер ее распарсил привел правильный форм передал solver у solver решил вернул вам решение и вы поднялись по дереву назад получили решение исходной задачи про это будет отдельная лекция это я сейчас просто так как бы идею некоторую вкидываю чтобы они может быть подумали и когда первый раз ее услышите когда следующий раз и услышите это был не первый раз вот это про приема собственно почему выпуклась так важно статировать пилары собственно авторы книжки по буквам анализа который была на предыдущей лекции анонсировано что основе в разделу в оптимизации и методах решения подобных задач не между линейными и нелинейными задачами хотя принципе наверное так можно было бы подумать как-то учитывая опыт предыдущих каких-то областей науки типа дефицитальных уравнений или там теории управления какой-нибудь вот а между выпуклостью невыпуклостью вот ну вот хотя бы не упасть мы уже знаем некоторые отдельные выклутые точки которые решаются аналитически вот но это опять же исключение которое подтверждает правило о том что в случае если что-то не выпукло все все будет довольно больно тяжело и неприятно вот почему это так важно потому что случае когда сдача выпукла то вот тот минимум который вы найдете локальными методами он внезапно кажется глобальным минимумом и вы как бы решаете задачу вообще в целом целиком и полностью не переживая о том что вы локальными методами куда-то сошлись а что будет где-то еще в принципе вам это уже не надо думать вот потому что вот есть этот факт и мы его будем доказывать в свое время ну и помимо того что это есть некоторый факт существования вот то следующий факт более инструментальный то есть те необходимые условия которые мы будем получать они окажутся внезапно еще и достаточными то есть вы при формулировке условий типа если у нас x эта точка минимум то который как бы не дает рецепта на именно поиск дает скорее отрицательные результаты если вдруг это что-то не выполняется вот у вас окажется что те же самые результаты можно использовать именно для нахождения минимума вот что довольно сильно сокращает время затраты на решение тех или иных задач ну и соответственно эти условия позволяют генерировать методы которые эти самые задачи будут решать вот то есть условно мы получаем некоторую теорию я надеюсь ближайший месяц а потом эта теория начинает превращается в числе методы которые на основе этой теории получают уже непосредственно решение в виде вектор какого-то или матрицы вот да теперь два вопроса которые надо обязательно осознать как вы думаете в общем то я уже чуть-чуть упомянул об ответах на эти вопросы но в общем то время это существо тут быстро 3 нет и да это правда вот значит по-моему либо в конце этой лекции либо в середине следующий провод пример выпук дачи которая сводится к нп полной вот будет показано и объяснено в чем там проблема вот ну про не выпуклой задачи уже в общем был по не показано про малоранговую аппроксимацию вот еще одна такая же задача это поиск там минимального или максимального собственного вектора и значения для симметричной матрицы например там тоже все работает за пленемиальное время алгоритмы известны и про них может быть тоже немножко поговорим вот ну в общем как будет строиться часть курса который посвящен будет методом она будет строиться в соответствии со следующими общем как бы принципе мы будем двигаться от простого к сложному то есть мы будем рассматривать сначала задачи которые просто минимизация функций f от x какой-то выпуклой но плюс-минус мы не знаем что внутри вот потом мы будем использовать некоторую внутреннюю структуру этой самой функции то есть она у нас будет не просто какая-то функция про который мы ничего не знаем она будет состоять из некоторых ингредиентов использование которых сильно ускорит нам жизнь вот и в конце будем смотреть на то какую в целом информацию можем получить вот а задачи и используя эту информацию можно будет генерировать более эффективные методы которые несмотря на некоторые проблемы потенциально если бы мы не знали эту информацию мы сможем их решать так как будто бы у нас там условно в целом функция не гладкая у него будет свои проблемы но состоит из там сумма двух функций одна из которых гладкая другая не гладкая мы берем градиент от гладкой берем кое-что некоторый оператор от не гладкой и у нас сходимость будет такая как будто бы у нас ты не гладкой части вообще нет и все абсолютно дифференцируемые никаких проблем с острыми какими-то минимумами не существует вот ну и всякие распараллельные модификации это уже скорее в целом замечанием про это наверное особо говорить не будем вот ну в общем если у вас что-то сильно большое то есть у методов есть распараллельные какие-то варианты то это может существенно ускорить решение вот так все это было собственно конец прошлой лекции который я не успел бы рассказать нормально если какие-то вопросы может быть у кого-то какие-то мысли идеи предложения комментарии не знаю все понятно прекрасно переходим тогда к формальным вещам собственно которым необходимо перейти чтобы получить что-то полезное для дальнейшего применения собственно выпуклое множество и нам нужны для того чтобы на них определить выпуклые функции вот вот она формальное определение выпуклое множество сейчас будет довольно несложная несложная часть потому что в принципе те сложные факты правопуклое множество и их некоторые специфичные свойства которые можно найти в литературе я отсюда понятное дело исключил чтобы не загромождать и не переусложнять курс хотя в принципе тем кто любит теорию опять же книжка ракопилара будет пожалуйста обратитесь к ней там вот как бы вся полнота теории все сложности все нюансы описаны вот но все эти сложности нюансы они плюс-минус исключаются на практике потому что на практике в общем все всякие там из сложные построения они очень редко когда будут оказываются нужными потому что в общем потому что оказывается что практически важные задачи формулируется таким образом что достаточно простого инструментария достаточно для их решения вот в общем не знаю всем все на уже прочитали все на семинарах все про изучили вот значит геометрия очень простая что берем отрезок берем любые две точки берем отрезок и все точки отрезка лежат множество при этом отрезок подразумевается довольно ну таким формальным образом то есть можно об этом думать геометрически чтобы как-то въехать вот но в дальнейшем думать об этом как о геометрии может быть не очень продуктивно поскольку когда у вас элементы тут вот р.н. тогда вот вместо р.н. мы используем условно какие-нибудь матрицы там симметричные положительно определенные то вот отрезок на матрицах что-то сложное наверное геометрически вот поэтому можно об этом думать просто как чисто формально берем любую комбинацию двух точек и надо проверить вот очень стандартные примеры этому угольники гиперплоскости шары и симметрично положить определенной матрицы да значит многоугольники это пересечение гиперплоскостей вот я думаю что на семинарах это все плюс-минус должно было разбираться в той или иной мере было такое было так у вас тут никто не сказал что был да вроде покивали голову вот важно отметить что значит вот что норма любая вот чаще всего будут интересовать нормы вторые первые бесконечные я надеюсь что вам на семинарах про это рассказали определение были даны и да ну был данный прекрас окей а основной факт наверное который будет нам нужен и который очень часто помогает генерировать новые выпуклые множество это то что их можно безболезненно пересекать причем пересекать можно в бесконечном количестве ничего не сломается вот вот это вот бесконечное пересечение некоторые возможно новизна по сравнению с тем что у вас было ранее вот то есть ну доказать довольно простой берем две точки вот они лежат в этом множестве доказательства определению довольно прямолинейные у месяца вот в это в на и на этом вот пустом месте поскольку это эти две точки лежат в множестве то в силу определения пересечения в каждом ингредиенте они тоже лежат вот в общем ничего сложного пока нет ну и поскольку мы должны взять некоторую точку выпуклую комбинацию то в общем посчитали поскольку у нас x и y лежат в цитам то и z будет лежать с этим поскольку все цит и выпку вот ну а дальше раз z лежит в цитам и в каждом цитам и мы берем пересечения то и в цена тоже будет лежать по этому цивуку почему такая вот как бы доходовочка что мы пускаемся на уровень ингредиентов а потом оказывается что силы выпуклости сколько бы мы не брали индексов с какого множества ничего ничего не сломается и ну я понятно окей а второй парк который тоже позволяет ну в частности перейти от шаров к эллипсам это сохранение выпуклости при линейном отображении вот то есть вот это про то есть нас будут множество какие-то множества будут отображения отображение множества это множество построено из образов элементов исходного множества я думаю тут более-менее понятное определение вот то есть опять же пусть у нас есть две точки из множестве у нас есть отображение такого вида вот обращаю внимание что на матрицу а здесь никаких ограничений нет то есть она может быть длинная она может быть высокая она может быть вырожденной какой хотите вот это не важно для того чтобы дальше происходить важно всего лишь линейность Ну и, собственно, что надо показать? Надо показать, что выпуклая комбинация образов будет лежать в образе множества. То есть, возможно, по опыту кажется, что понять, что надо доказать в этом утверждении, это 75% победы. Когда становится понятно, что надо показать, показать это уже не заставит большого труда, а надо показать именно вот это. Понятно ли почему? Ну, по определению, да, но, в общем, выпуклаясь образа, это вот ровно вот это. Вот. Ну и, собственно, что происходит? Ну, берем, подставляем. То есть, у нас есть x, у нас есть y, у нас есть функции от них. Вот они. Дальше, опять же, в силу линейности, о которой я уже упомянул, мы можем внутрь составить некоторый вектор, который будет умножаться на матрицу. Вот. Обозначим его за z, поскольку изначально множество было выпукло, то и вот эта вот выпуклая комбинация будет лежать в множестве. И, соответственно, получим, что выпуклая комбинация двух точек, двух образов, есть не что иное, как сама функция от некоторой точки. Вот. Тем самым получаем то, что надо. Вопросы? То есть, сейчас мы будем генерировать некоторые факты, которые нам будут помогать строить выпуклое множество. Вот. То есть, первое, это пересекать их можно. Второе, можно брать линейное отображение. Ну, то есть, вот, условно говоря, вот это вот некоторая база, а дальше можно их пересекать, линейное преобразование делать. Получается целый набор множеств, которые друг в друга переходят каким-то образом. Вот. И, соответственно, обогащают этот класс элементов, скажем так, вот, которые позволяют записывать разные плюс-минус реальные ограничения в наших задачах. Так. Это было линейное отображение. Далее, бывает еще полезно с множеством их, типа, складывать, вычитать, умножать на константы. Вот. Это все делается в смысле Минковского, ну, там, по счету карты произведения считать. Вот. То есть, сумма, да, это просто вот набор из попарных сумм. То есть, вы берете какие-то произвольные элементы, из них складываете новое множество. Вот. Вы можете там потренироваться, посчитать там сумму двух отрезков, там, какого-нибудь квадратика, какого-нибудь отрезка, и посмотреть, что будет. Вот. Это, наверное, полезно для того, чтобы понять, как это, в принципе, можно строить. Вот. Я думаю, возможно, может, кому-то на семинарах про это что-то говорили и просили какие-то простые задачки по этому поводу сделать. Вот. Ну, или там сложить две окружности разного радиуса с одинаковым центром, например. Что будет. Вот какие-то такие простые задачки, мне кажется, будут довольно интересны в плане понимания, как это, вот эта конструкция, она устроена, и как она в целом может выглядеть. Вот. Ну, в общем, результат тоже очень простой. Если вы будете, возьмете выпуклое множество, и не то, что будете их пересекать, а будете их складывать, ну, соответственно, вычитать, умножать на константу, все это плюс-минус одно и то же. Вот. То получите выпуклое множество. В общем, покажем только для суммы. Вот. Ну, про умножение на константу, ну, тут, собственно, умножаете на константу минус один, получаете уже разность множества. Ну, короче, я думаю, здесь понятно, что все линейные операции здесь, исходя из вот этого результата, можно получить не слишком сложно. Это понятно или надо прояснить что-то еще? Про то, как там сумму сделать разность. Тишина, ладно. Я надеюсь, что всем понятно. Значит, опять же, берем два выпукла множества, смотрим на вот такую вот конструкцию. Берем две некоторые точки, которые лежат в С. Раз они лежат в С, значит, у них есть некоторые другие точки с X1, X2, с крышкой и с тильдой, которые, собственно, из C1 и C2. Теперь, собственно, надо показать, что выпуклая комбинация вот этих двух точек также будет лежать в С. Что делаем? Опять же, расписываем, просто подставляя, что такое X-крышка и X-тильдой вот сюда. И переупорядочиваем слагаемые. Получаем вот такие вот две суммы. Поскольку крышка и тильда у нас соответствуют... Точнее, да, крышка и индекс 1 соответствует множеству С1, а индекс 2 соответствует множеству С2, то здесь у нас получается некоторый элемент из множества С1, а тут некоторый элемент из множества С2. Просто правильным переупорядочиванием. Вот, пожалуйста, не перепутайте, что означает крышка, а что означает индекс. Тут хочется сказать, что вот тут вот надо на самом деле написать двойку и крышку поставить. Вот, нет. Ну и, соответственно, получили, что для нашей новой точки, любой, лежащей на отрезке, можно предъявить две другие точки из наших исходных множеств С1, С2, которые будут там лежать. Вот, ну, в общем, да. Простое следствие, что линейная комбинация выпукок ножа также будет выпуклым ножом. Вот. Это, кажется, не очень сложный факт. Вопросы какие-нибудь есть? Да, 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 именно так. Все-таки про разность было не совсем очевидно сходу. Окей, хорошо, что спросили. Так, ну ладно, вроде вопросов нет. Так, да, значит, перейдем теперь к конусам. Тут показаны два определения. Конус – это некоторая промежуточная конструкция, которая сужает в каком-то смысле понятие... Ну, ладно. В каком-то смысле решает, в каком-то смысле сужает. Вот, в том плане, что есть просто конус. Это вот такое вот множество, которое, какой бы элемент вы ни взяли, умножили на неотрицательное число, получите элемент из этого множества. Вот. То есть, исходя из этого определения, очевидно, что конусу всегда ноль должен принадлежать. Ну, вы на ноль домножаете, получаете элемент множества, ну, ноль должен лежать. Вот. Но нас будут интересовать выпуклые конусы. То есть, это конус плюс выпуклое множество. Вот. И дополнительно тут не написано, будут интересовать замкнутые конусы. То есть, замкнутые конусы, у которых ноль лежит, ну, понятно, в нем он выпуклый. И, что еще надо потребовать? Чтобы не было, ну, короче, ладно, потом по мере необходимости будет ясно, что еще надо потребовать. Возможно, я это даже там потом добавлю. Вот. Вот. Несложное упражнение продемонстрировать, что вот это вот определение есть не что иное, как комбинация вот этого определения и определение выпуклое множества. Вот. То есть, видите, тут не совсем то же самое, что было в случае, когда мы делали выпуклое множество. То есть, мы тут берем не выпуклую комбинацию точек. То есть, тут нет альфа и один минус альфа. Тут есть тт1, тт2 неотрицательные и вот такая вот сумма. Называется коническая комбинация. Вот. То есть, вот простое упражнение. попробуйте вывести, что вот это плюс определение выпуклости дает вот это. Это вроде бы не очень сложно. Какие конусы нас будут интересовать? Нас будет интересовать неотрицательный октант, нас будет интересовать конус второго порядка и конус симметричных положительно-полуопределенных матриц. Почему они будут нас интересовать? Потому что во-первых, с их помощью формулируются плюс-минус стандартные ингредиенты, стандартные задачи линейного программирования, оптимизации на конусе второго порядка и полуопределенной оптимизации, это semi-definite programming, про это будет отдельная лекция ближе к концу. И еще потому, что эти конусы являются самовоспряженными, про это будет чуть позже сказано, наверное, уже в рамках следующих слайдов. Да. Идея в том, что вместо того, чтобы... Тут, наверное, даже будет дальше. Не сейчас, но скоро. Во-первых, они... Ну, то есть, всем ли понятно, что это конус, короче говоря? Начнем с простого. То есть умножаете... Берете любой ингредиент, умножаете на неотрясательное число, получаете тот же самый точку из множества. Тут вы умножаете неотрясательные координаты иксов на неотрясательные числа, получаете неотрясательные числа. Здесь вы умножаете икс и т на... То есть, икс это вектор из РН, да это число. Поэтому тут n плюс 1. Тоже умножаете их на тету, на там тета икс, тета икс, неотрицательные. Здесь больше нуля число, здесь тоже больше нуля, сокращается, все получается. Ну, или там ноль, то все совсем хорошо, все равно нулю просто. Здесь аналогично. Если вы симметричную матрицу умножите на неотрясательное число, получите симметричную матрицу. Если вы умножите положительное полуопределенную матрицу на неотрясательное число, вы получите ту же самую положительную полуопределенную матрицу. Надо ли это расписывать? Или фантазия, ну, то есть представление этих операций в уме это вполне себе несложно. вот это не очевидно да окей давайте да тут наверное говорить просто лишние слова не очень так ну смотрите вот типа была матрица и она sn плюс то есть x равен x транспонированному и по определению выполнено вот это я не знаю там что-нибудь видно вообще вот так ну берем произвольную тету больше нуля и смотрим на т.к. стало ли сейчас очевидным вот это написано определение ой это определение положительно полуопределенности матрицы я надеюсь что все его помнят что берем любой вектор из р.н. и скалярную значение категортической формы порожденной этой матрицей не отрицательно вот ну то есть просто это в этом то есть если вот эту штуку поставить сюда то просто умножить обе части на не отрицательную вот эту получит то же самое знак неравенства не сломается так теперь я надеюсь что совсем все очевидно так все окей едем дальше вот отличный вопрос вот этот конус порождает задачу линейного программирования вот этот конус порождает задачу полуопределенной оптимизации когда надо найти некоторую матрицу из вот этого конуса на которую там дополнительно есть линейные ограничения и целевая функция она как-то эту матрицу что-то с ней делает будет отдельно про это лекция может быть даже 2 будет понятно зачем вообще это надо это кстати ну то есть вот к этому все потихонечку мы будем двигаться медленно наверно иногда немного отвлекаясь в сторону вот но тем не менее генеральная линия будет идти как бы вот в сторону того чтобы понять чего цепи зачем делать вот значит помимо этих конусов есть еще некоторые про которые известно чуть больше чем про другие вот но в общем про них свое время будет сказано так да под конец выпукла оболочка это вот короче говоря тут есть несколько определений которые плюс-минус равносильные это вроде даже доказывается отдельно вот что здесь более-менее понятно что происходит мы берем и у множества строим всевозможные выпуклые комбинации точек и складываем все вместе получаем выпуклую оболочку вот на плоскости я думаю вы тут лучше меня знаете что теперь есть точки наброс на плоскость то выпуклую оболочку построить какая сложность алгоритма вроде похоже на правду да там разные есть вроде подходы типа метод джарвиса там каких-то в общем все вот это вот да достаточно важная история в вычислительной геометрии можете посмотреть книжки про эту тематику там довольно много всего полезного бывает вот да зачем они нужны небольшое отступление они нужны для того чтобы у вас есть что-то не выпуклое вы хотите это не выпуклое приблизить чем-то выпуклым и там условно дискретное множество из бинарных векторов с ингредиентом 0,1 заменяете на квадратик который есть не что иное как круглую оболочку вот понятен ли это пример или не очень слишком быстро может быть да я так и понял что наверное я слишком быстро ну короче говоря пусть у вас задача грубо говоря на множестве g это такие вектора ну да и эти н мерные что x это это либо нолик либо единичка вот ну то есть на плоскости это просто вот 4 вектора 3 точек ну понятно что в рам там 2 в степене но все разрастается безумно безумно быстро так это 0 вообще-то я типа x1 x2 вот ну чтобы не решать задачу на таком ну как минимум разрывным и плохом множестве беру то его просто превращают в рассматривать него его выпукло оболочку например то есть выпукло оболочка уже будет такой вот квадратик то есть минимальное по включению выпукло множество которое содержит все возможные выпукло комбинации точек понятно ну или там я не знаю можете потренироваться тоже какие-нибудь не выпукло многоугольники прессовать и потом замкнуть получить некоторое приближение вот понятно что потом надо будет то есть тут вы нашли какой-то x крышкой со звездочкой а потом этот x крышка со звездочкой надо как-то обратно вернуть вот сюда получить x звездочкой вот как это делать это отдельная проблема вот потому что взять просто округлить ну то есть у вас x там 0801 и сказать что ну это как бы вектор и сказать что там вот что ближе к единичке то единичка что ближе к нулю то 0 это не всегда хорошая стратегия как оказалось вот возможно про это поговорим вместе про ливень на программирование там это пышным цветом цветет эти по эти явления что дискретное решение может быть довольно далеко от непрерывного то есть все может развалиться это про да собственно про этот слайд что мы заменяем выпукло оболочкой решать значимой множество потом восстанавливаем вот так да собственно главное чему чем должна была закончится прошлая лекция окончательно до 1 1 первое это постановки задач что такое целевая функция что такое допустимое множество что такое ограничение как они выглядят как записываются задачи второе классические примеры задач и приложения у которых они могут встретиться третье ну что такое пусту можешь это уже сегодня какие операции можно делать как я какие операции сохраняют выпуклость и как выпукло можно конструировать данным способом определения все определяет как определить это определение это вложение на какие-то элементарные уже известно что выпуклое множество и указание тех операции которые были совершены для того чтобы из этих ингредиентов получить soprattutto сложная множество с которым вы работаете на все конец да ну плюс конусы и оболочки так все перерыв 5 минут там докажется должен с на конусах и возможно дойдем до выпуклой функции программа минимум в общем типа первые две вот два пункта программа максим понятно что все вместе вот мы посмотрим как дело пойдет значит мы его только что обсудили что конусы и сейчас будем потихоньку строить некоторые новые как новые некоторые множество которые будут связаны с этими конусами и отражать некоторую их двойственную природу пока это просто слова сейчас будет понятно о чем идет речь так это я только что рассказывал от напоминание да про конусы вот еще раз что о чем мы говорили буквально 10 назад значит сопряженный конус значок двойственный значит это такая штука состоящая из ингредиентов того же пространства в котором лежит конус но для которых выполнено что скалярное произведение со всеми элементами конуса не отрицательным вот то есть в каком-то смысле это описание ладно сейчас я буду сейчас отдельно скажу на что это похоже вот в общем вот это определить спряженного конуса простое упражнение показать что это конус чем-то из определения я думаю это не сложно увидеть или сложно еще рассмотрим на определение конуса и понимаем что может любой игрек на отрицательное число неравенство не сломается лично да для любого икса да не очень люблю честно говоря ну короче ладно не важно для любого икса возможно стоит добавить контр второй пункт что это выпуклый конус независимо от того каким был исходный конус да кстати пример не выпуклого конуса кто может привести громче две прямые по точнее да важно что две прямые в нуле пересекаются вот то есть если вы возьмете две прямые которые с нулем не взаимодействуют то вы ничего не получите вот пример всем понятен то конус и выпуклый конус это немножко разные вещи об этом надо помнить да нет так все замечательно так вот какой бы конус вы не взяли взяв от него посчитав от него двойственный конус вы обязаны получить выпуклое множество вопрос почему это будет выпуклым конусом кто может это сказать ну типа какой быстро быстрое объяснение типа не они по определению давайте там две точки возьмем а вот как бы там в одном предложении что что громче какой формы здесь били нейная форма тускалярное произведение хорошо какое свойство давайте так нет еще раз говорить пропад про то что мы по определению возьмем две точки подставим это не у него не очень ну то есть это работает конечно вот но это не очень быстро потому что ну надо что-то делать делать как вот просто глядя на это определение на одну ну вот это вот выражение понять что все будет хорошо неплохая попытка надо немножко докрутить посмотрите вот поскольку нас интересует что нас интересует множество игреком и это множество игреков она определяется для набора иксов так возьмем один конкретный икс тогда вот это множество игреков для конкретного икса чтобы что будет задавать ну геометрически хотя бы громче полупространство если бы точным да то есть их зафиксировали и мы получили уравнение гиберплоскости больше либо нуля это полупространство которое находится с одной стороны это выпуклое множество всем понятно я надеюсь а теперь мы взяли такое же множество для каждого икса и пересекли их все мы получили пересечения выпуклых множеств их может быть бесконечно много поскольку конус ну конус какой-то множество берем пересекаем ничего 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 не ломается вот поэтому просто глядя на вот эту конструкцию легко понять что в результате получим какое множество понятно ли объяснение так хорошо значит второй третий факт такое немножко факт перевертыш можно так назвать что если у нас один конус лежит внутри другого но для сопряженность провели в обратное включение наверное это тоже не очень сложно осознать если посмотреть на то что вот здесь вот мы то есть чем шире ограничение на конус тем меньше игреков у нас ему будут будет удовлетворять вот и тут как бы простые ну как-то относительно верно простые сложно всегда определить сложность тех или иных преобразований вот ну в общем если расписать вот что будет следовать из вот этого по отношению то что уж если для что если у нас игрек лежит к 2 то и к 1 сопряженным он тоже будет лежать просто посмотрев на то что вот для какого-то игрека это выполнено для если если неравенство это выполнено для иксов из к 1 вот то поскольку к 1 меньше то сопряжение будет доставать доставлять на большем числе векторов понятно ли я объяснил или так себе вот в общем этим про это тоже полезно помнить в общем да если если не понятно вы кричите вот значит собственно очевидное следствие такого определения это рассмотреть конусы для которых они сами себе спряжены ну то есть мы вводим некоторое новое множество и приятно работать с теми множествами для которых получение двойственного без ничего не стоит она просто сам себе сам себе двойственное делать не надо очень хорошо вот очень удобная конструкция для того чтобы как-то понять какие конусы сам спряжены нам потребуется новое определение называть спряженной нормы я думаю может быть кто-то уже слышал про него поднимите руки кто про него слышал да лесу ладно короче говоря вы еще про это в пунктане встретите кстати там тоже про это будет отдельно идти речь вот значит спряженный норм относительно некоторые заданные нормы есть вот такая штука то есть управление функционала нас на шаре на шаре да вот то есть вот это вот норм она фигурирует вот здесь вот и поэтому вот это вот значение оно будет зависеть от того по какой норме вы ограничиваете один из множителей в скалярном произведении вот примеры который в общем-то в каком-то смысле являются домашними упражнениями продемонстрирует показать что ну и тренировка на то как считается упрям таких таких штук вот что для первой нормы сопряженная бесконечно для второе а наша сама для бесконечно первое давайте может быть про вторую поговорим это на сам самый простой быстрый вопрос почему для вторых если взять вторую норму то вот эта штука будет равна второй норме z как называется просто один именной факт и все понятно в принципе так хорошо такой вопрос а как с упрям вообще считать как его находить кто знает какой и какая процедура для получения этого значения так окей понятно смотрите чтобы находить такой такие такие выражения надо само это выражение сверху чем-то ограничить а потом предъявить вектор на котором достигается равенство громче да все верно действительно достаточно вот эту штуку ограничить сверху нормой x а на норму z 2 вот поскольку у нас есть есть дополнительное ограничение на x что их 2 но меньше единицы то в конце то он следующий шаг это просто меньше либо равно чем норма z 2 ну и соответственно дальше проявляем некоторый вектор x на котором это равенство достигается я думаю это большого труда для вас не составит то есть предъявить вектор такой x что скалярное произведение равно произведению нормы понятно ли методика то есть аналогичные преобразования делаются для вот этих двух случаев для первой бесконечно вот только там подбор этих векторов чуть более хитрая история потому что вам надо учесть что в одном случае это там первая норма вторую бесконечной нормы там вы по-разному будете их подбирать так чтобы равенство достигалось вот ну и соответственно самые спряженные конусы как несложно догадаться ровно те самые конусы про которые мы говорили 15 назад значит наверно вот это доказывается всем там в три строчки так хорошо давайте такой вопрос эта тема разбирался семинара в каком-то виде так хорошо окей ладно может быть это дащи чем что-нибудь докажу из этого для примера хотя бы так да еще нужный конус отличный вопрос значит ну давайте с вот этого наверное начнем это не очень сложная история так хорошо тогда такой вопрос кому очевидно что вот rn плюс будет самым сопряженным чем с конца может быть все все всем очевидно да мы просто посмотрим там например на вот это нет окей определение нет определение самосопряженности в том что вот вы сопряженный построили и он оказался им самим то есть чтобы показать самосопряженность надо найти сопряжение и убедиться в том что это есть ровно то же самое множество так сейчас может быть кому-то стало очевидно после некоторых пояснений о том что показать всегда ладно я вижу некоторые замешательства так о отлично значит наше замечательное множество rn плюс напоминаю определение это набор таких векторов в которых координаты больше либо равны нуля вот ну и соответственно нам нужно найти все такие игреки что игрек транспонированы на икс будет больше либо равен нуля так я надеюсь что в одну сторону доказательства очевидно то есть вы берете неотрицательные игреки умножаете неотрицательные иксы и складываете их вы ничего меньше ну точно получит что-то больше либо равно нуля так отлично в обратную сторону теперь стало ли более очевидно кому стал в обратную сторону очевидно поднимите руки так ну где-то половину окей в обратную сторону тогда я проговорю все таки допустим от противного доказывается допустим есть такой игрек который не лежит в rn плюс то есть у него есть компоненты которые отрицательны раз есть компоненты которые отрицательны то соответствующие компоненты икса можно сделать бесконечно большой и вы нарушите требования неравенства так поднимите руки теперь кому стало очевидно в обратную сторону так ну побольше надо ли это прописывать так ну эм ладно я думаю сейчас потратить время на это не буду кому все еще не понятно подойдите после лекции я поясню вот это rn плюс соответственно вывод что сопряжение совпадает с ним самим вот более хитрая история происходит ладно все сломался более хитрая история происходит конечно же в случае вот этом вот кто мне скажет почему ну вот в последнем какая есть некоторая наверное проблема по которой вы еще не знаете про которую еще как бы ну то есть нельзя сделать все в точности так же как мы только что делали так отличный вопрос это первая проблема действительно что такое сам плюс давайте да и значит у нас будут стандартные обозначения так rn плюс уже есть будет rn плюс плюс как вы думаете что это да да rn плюс плюс это просто то же самое только вот там вот открытое множество и строго больше нуля понятно да вот вместе с этим будет сн это матрицы которые симметричны будет сн плюс те которые симметричны положительно полуопределены будьте здоровы и будет соответственно сн плюс плюс те которые строго положительно определены но я уж не буду писать ну понятно да напоминаю что вот это вот вот тут вот так давайте я более художественно попытаюсь это изобразить значок это не больше либо равно в смысле по компонентной это именно положительная полуопределенность это вот такая вот штучка вот вот так согласно и это вот про то самое определение которое было вот здесь вот 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 оно вот оно видно да все видно окей вот собственно чего не хватает чтобы разобраться с вот этим множеством вот да правильный ответ не хватает скалярного поведения матриц потому что сопряженным конусом к этому конусу будет некоторое подмножество матриц которым которым надо считать скалярное произведение у кого какие идеи как считать скалярное произведение матриц вот вот как по компоненту так и да это правда если это записывать не без привлечения операции векторизации то это есть не что иное как след от то есть на x транспонированная на y и 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 окей ну давайте покажем что и с н – плюс сопряжение еще что иное как сам. Заодно немножечко упражняемся в операциях к линии на алгебре, которые будут нам очень сильно востребованы в дальнейшем. Ну, давайте так, первое, покажем, что если у нас y лежит в Sn+, то из этого будет следовать, что след от, ну, я тут сейчас транспонирование везде опущу, потому что у нас все симметрично, будет больше либо равного нуля для любого x из Sn+. Так, ну, давайте, что там, след от x, y. Ну, поскольку у нас x лежит в Sn+, любой, то можно записать Так, ладно, я тороплюсь, прошу прощения. Так, что x у нас, это сумма, ой, короче говоря, разложить все это по собственным векторам на y. Лямбда это и больше всего равного нуля. x разложили. То есть, лямбда это значение, q вектора, и вы просто расписываете это самое произведение. Понятно, непонятно? Непонятно? Откуда что взялось громче, не стесняйтесь. Ну, смотрите, у вас, да, спасибо за вопрос. Вот у вас матрица x, она представляется как q, лямбда, q транспонированная. Все. Ну, там, плюс-минус, что такое q это, строка или столбец, я тут сейчас пока не хочу. Лямбда, диагональная матрица, да. q ортогональная матрица и, собственно, векторов. q большое. Ну, они все квадратные, поэтому там неважно, строки, столбцы, все, короче, в порядке с ними. Вот. Ну, и дальше, собственно, свойства следа. Говорит нам о том, что след от… Ну, даже не знаю, как лучше написать. Ну, давайте, можно сразу написать. Я думаю, что тут все люди грамотные, никаких вопросов не будет по поводу того, что произошло. Лямбда и т след от q и т транспонированной лямбды q и т. Первое. Линейность следа. Второе. След АВ равен следу БА. В одном флаконе. Еще раз. Еще раз. q и т мало – это собственный вектор матрицы Х. Ну, то есть это либо столбец, либо строчка матрицы q. Я тут прошу прощения за, может быть, небольшую неточность, но, короче говоря, вот так. Так. Все ли осознали, почему этот переход в равенстве справедлив? Поднимите руки, кто осознал. Так. Ну, не очень много. Так. Давайте еще вопрос. Все так. Почему 3? q и т ушло после Y. q и т… Я понял, смотрите. не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вот этот А – это Б. Все? То есть правильно распределили… Так. Стало ли от моего пояснения чуть лучше кому-то? Так. Поднимите руки, кто осознал, почему это правда. Так. Что-то этот ряд не очень осознал, что происходит. Ничего не понятно. Так, ладно. Давайте я… Наверное, проще написать поподробнее, чем спрашивать, что непонятно. Ну, смотрите. Вот этот вот след… Давайте я тут вот так сделаю. Как его можно переписать? Что… Ну, во-первых, сумму можно вынести. Я надеюсь, это не вызывает вопрос. Или вызывает. Ладно, тишина. Этими местами поменяем. Ну, лямблитые скаляры вообще вынесем. Так. Вот это преобразование понятно? Вот вам особенно. Ну что, вы не поднимайте руки, я к вам обращаюсь. Тут вроде народ как-то более-менее равномерно руки поднимает. Понятно, да, откуда велось? Скоро. А дальше мы знаем, что у нас есть трейс AB равен следу BA. Помните о таком? Все помните о таком? Хорошо. Собственно, вот это вот… Вот это – это наше А. Вот это – это наше Б. Отсюда напрямую следует вот это. Так. Поднимите руки, кому теперь стало понятно, что происходит. Так. Окей. Ладно. Спасибо. Так. Что дальше? А дальше достаточно заметить, что вот это число вообще-то. Все видят, что это число? Это прекрасно. То есть след можно убрать. И сказать, что поскольку у нас Y, он, по нашему предположению, положительно был определён, то, в общем, скалярная квадратичная форма с Q больше либо равна нуля. Лямбды – это больше либо равны нуля. Вся эта сумма тоже больше либо равна нуля. Вроде победа. Так. Вот эта штука. Вот. Ну, собственно, лямбды – это больше либо равна нуля, потому что у нас матрица симметрично положительно полуопределённая, и у неё спектр неотрицательный. Это следствие определения, когда вы просто расписываете… Ну, в общем, вот это подставляется в определение. Матрица Q собирается с спектрами Z, и оказывается, что тут… Ну, короче, сумма этих квадратов с коэффициентами лямбды, которые для положительности требуются, чтобы они все были больше либо нуля. Понятно ли было объяснение, почему у симметричной положительно полуопределённой матрицы спектр неотрицательный? Или не очень? Так, поднимите руки, кто осознал этот факт или знал его заранее. Так, окей, вроде как-то стало понятнее, надеюсь. Так, отлично, это мы доказали в одну сторону. Теперь в другую сторону давайте. Почему? Если мы возьмем что-то вне этого конуса, то неравенство может сломаться. Тоже делается от противного. То есть пусть есть некоторое… А, давайте так, да. Пусть матрица Y не лежит в Sn+. Что это значит? Это значит, что… Так, тут вот не существует, а пусть. Тогда существует некоторый вектор Q из Rn, на котором значение меньше нуля. Я надеюсь понятно. Так, ну а теперь некоторые фокусы. Смотрите, вот это число, да? Всем понятно, что это число. Замечательно. Ну, мы можем на это число навесить след, ничего не сломается. А дальше воспользоваться тем же самым свойством и сказать, что… Вот так. Замечательно. Вот это некоторая матрица X, которая симметричная положительно полуопределенная. И это вроде как меньше нуля, что противоречит нашему определению сопряженности. То есть, предположили противное, пришли к противоречию с тем, что хотели получить. Тут даже проще, чем в прямую сторону. Вот написано, n на n симметричные. Ну, то есть, будем жить всегда для симметрических матриц, поскольку нам нужен вещественный спектр и не хочется мучиться с комплексностью. Вот. Так, все ли понятно тут? Поднимите руки, кто понял, почему там самосопряженность есть. Окей. Так, ладно. А вот, да, отличный вопрос. Спасибо. Я ожидал, что кто-то обязательно спросит. Ну, смотрите, это легко проверяется по определению. Вот берем любой вектор z. Ой. Ой. Ну, короче, это rn. И у нас z транспонированная q, q транспонированная z. Чему это равно? Ну да, это равно просто q транспонированная z в квадрате. Большего нуля. Надо ли пояснять это равенство? Так, поднимите руки, кто понял, что произошло. Так, ну, не все поняли. Ладно. Давайте так. Вот эта штука, это q транспонированная z транспонированная. А сейчас стало легче. Ну, вот напоминаю, что q транспонированная z это все еще число, и я транспонирую число, чтобы стало похоже на то, что всем знакомо. Вот. В общем-то. Так, можно ли идти дальше? Или еще какие-то вопросы образовались в процессе? Так, ладно, вроде. Окей. Так, это, собственно, было небольшое отступление про то, почему вот эта штука самосопряжена. Вот. Значит, ну, можно потренироваться, доказать, что вот это вот тоже самосопряжено. В принципе, методика та же самая. Вы вот с одной стороны показываете, ну, то есть в обе стороны, короче, включение надо показать. Вот. И тоже, по-моему, здесь что-то противного должно работать. Окей. Теперь про то, собственно, зачем все это дело надо. А надо это все... Ага, шикарно. Для того, чтобы... Тут сейчас будет некоторая, может быть, не очень простая история. В общем, если у вас есть конус, который вот выпуклый, замкнутый и... Я не помню, как это называется, честно говоря, но... В общем, что не содержит все пространство, вот. Вот. То... Вот так... С помощью него можно определить отношение частичного порядка на векторах. То есть, если вы напишете... Ну, можно написать, что х меньше либо равен у в смысле конуса. Это значит, что у минус х в этом конусе лежит. Домашнее упражнение покажите, что при заданных ограничениях на конус тем максимумом отношения частичного порядка эта штука удовлетворяет. Вот. Там рефлексивность, транзитивность, вот эта вся история, которая у вас там на пункане или еще где-нибудь, наверное, уже была. Вот. Почему это хорошо? Потому что, ну, собственно, мы можем таким образом сравнивать матрицы, вот, и можем записывать наши задачи в терминах, перейдя от неравенств к принадлежностью наших переменных некоторым конусам. Вот. То есть, мы уходим от неравенств, отправляя все, что является нелинейным, в ограничение типа х лежит на некотором конусе. Вот. Это позволяет получить результаты для условно-линейного программирования, а потом сказать, окей, теперь тут у нас не ERN+, а там какие-то другие конуса. Вот. И все те результаты, которые были получены, они довольно простым образом обобщаются на довольно широкий класс задач. Вот. И, собственно, переход от... Ага, тут этого нет. Переход от записи задачи выполнения оптимизации в общем виде к задаче оптимизации в конической форме — это некоторая вот процедура, которая плюс-минус автоматизирована. Вот. Ну и в целом нам надо будет строить в дальнейшем сопряженные конусы. Когда у вас конусы самоспряжены, то вам ничего делать не надо. Вот. Если же они не самоспряжены, то вам достаточно затабулировать, как будет выглядеть сопряженный конус для какого-то другого конуса, который вы хотите получить. Там у нас будет еще один, типа экспоненциальный он, конечно, называется, в контексте геометрической оптимизации. Вот. И, собственно, при построении вы просто смотрите в табличку и говорите, ага, вот окей, формула такая. Вот. Вот за этим нужны конусы как наиболее общий способ записи задачи буквы оптимизации, которые дополнительно имеют некоторую структуру, которая используется при решении, а именно поиска сопряженного конуса. Вот. Собственно, мы сейчас рассмотрели, как искать сопряженные конусы. через некоторое время, через две недели, кажется, да, или через три, мы будем искать двойственные задачи. Двойственные конусы будут как бы некоторым ингредиентом для двойственных задач, которые будут содержать дополнительную информацию об исходной задаче и помогать в ее решении. Вот. Вот за этим нужны конусы, и именно поэтому мы будем к ним периодически возвращаться в разных там ипостасях обсуждения тех или иных вопросов. Так. Есть ли вопросы про конусы и сопряженные все эти истории? Да, наверное, можно еще интересные, ну, то есть, еще несколько интересных, может быть, задач на дом, таких упражнений. Если у вас есть, покажите там, что если у вас Декартово произведение конусов, то чему будет равен сопряжение к Декартово произведению? Или, там, у вас есть пересечение конусов, чему будет равно сопряжение к пересечению, там, к сумме, то есть, ко всему тому, что сохранить выпуклость, о чем мы говорили ранее. Все это можно проделать с конусами и смотреть, как операция сопряжения будет адаптироваться к таким преобразованиям. Вот. Это все вроде бы не очень сложно. Там полстранички буквально выкладок, и у вас все должно получиться. Ничего, кроме определения и понимания общего принципа доказательств там вроде бы не требуется. Так. У нас сейчас 12.03. Шикарно. Следующий кусочек, который я хотел рассказать, называется отделимость. Вот. Этот кусочек нам очень сильно пригодится, хотя, казалось бы, ничто не предвещало, что он окажется таким полезным, когда мы будем получать результаты об условиях оптимальности. Там надо будет действительно отделять одно множество от другого. В общем, определение такое, что два множества отделимы, если существует гиперплоскость, которая их разделяется. В общем, ничего удивительного. То есть, вот здесь формально записано, что для иксов с одной стороны выполнена строгая, не строгая, не райс в одну сторону, и для игреков из другого множества выполнена не строгая, не райс в другую сторону. Вот. Там, понятное дело, есть еще всякие там строгие отделимости, сильные отделимости, которые вот играются с тем, какие тут знаки и как связаны между собой эти множества. вот. Ну, там, условно, что если они там как-то, ну, то есть, маломерная эффективная размерность и как там, в общем, короче, неважно. Вот. Теорема, которая будет доказана сейчас, я надеюсь, в несколько таком упрощенном варианте, что если у вас есть два выпуска множества и они не пересекаются, то они существуют разделяющие гиперплоскости. В общем, я думаю, чисто интуитивно утверждение довольно очевидно. То есть, вы представьте себе там два кружочка, они не пересекаются и, ну, наверное, гиперплоскость между ними пересечить можно. Вот. Которая будет такую, что с одной стороны будет лежать одно множество, с другой стороны будет лежать другое множество. Вот. В общем, доказательства приведем в предположение, что расстояние положительное. То есть, пример, когда у вас одно множество это типа ОСХ, а другое множество это какая-нибудь там типа верхняя часть гиперболы, которая непрерывно, ну, как бы бесконечно приближается к этому множеству. Вот. Мы его сейчас не рассматриваем и, в общем, его можно включить, если рассмотреть разность множества и отделимость от нуля. То есть, переход от одного к другому, он не очень сложный, но, возможно, некоторые громоздкие вычисления. Вот. Значит, пусть у нас есть две точки С и Д, в которых минимум достигается. Вот. Ну, то есть, эта ситуация ровно та, которую я пытался изобразить словами, сказав, что вроде более-менее очевидный факт. То есть, когда у вас там, условно, какой-то эллипс и какой-то странного вида многоугольник. Ну, вот есть точки, на которых… есть точки… эй, работай. В которых этот энфилум достигается. Ну, вот. В этих точках расстояние между множеством минимально. Вот. И они там обозначены, соответственно, С и Д. Пусть это будет С, а это будет Д. Вот. Ну, в общем, тогда что надо рассмотреть? Надо рассмотреть такую функцию линейную, удивительно, у которой нормаль – это Д минус С, а константа вот такой вид имеет. Вот. Ну, в общем, я думаю, плюс-минус понятно, откуда она взялась. Опять же, если посмотреть на этот рисунок, то мы… у нас есть вот этот вектор, и плюс-минус, я думаю, понятно, что… сейчас это будет все формально доказано, но чтобы была идея ясна. что наша гиперплоскость – это что-то типа ортогональное этому вектору и проходящее посерединке. Вот. И, в общем, тогда все будет хорошо. И наша эта функция, которую мы анализируем, это наша самая f от x. Что там? Плюс b. Хорошо. Что для нее мы хотим показать? Мы хотим показать, что для значения x слева там она больше нуля, а справа меньше нуля. Вот все, что надо продемонстрировать. Давайте это сделаем. Так, идея понятна? Пауза на вопросы. Понятно, что происходит, что хотим сделать. Хорошо. Еще чуть-чуть. Да, да, да. Тут, наверное, не хватает немножечко слов. Ладно, я проверю. Ну, собственно, покажем, что для всех y из b выполнено, что эта штука больше нуля. От противного. Пусть найдется такой вектор из b, для которого значение меньше нуля. то тогда возьмем и значение этой самой функции в точке u. В общем, это просто запись вот этого всего в точке u. Не пугайтесь, тут просто скобки правильно надо раскрыть, и все получится. В плане того, что вот b вот таким образом представляется, это то же самое, что записать вот такие два скалярных произведения. Ну, такой скалярный произведение с такими векторами. Что дальше? Дальше раскрываем скобки. Добавляем умный ноль. То есть, чтобы получилось вот u минус d, что надо сделать? Надо вычесть и прибавить там одну вторую на d, да? Вот. Собственно, получаем вот такое вот скалярное произведение плюс вот такое вот положительное слагаемое. Вот. Далее. Поскольку эта штука всегда положительна, наша гипотеза, что значение функции меньше нуля, то скалярное произведение меньше нуля. Все понятно? Точно? Как вы думаете, что мы дальше сделаем? Давайте. Да, Вова. Вопросы появились. А почему она такая? Ну, мы рассмотрим такую функцию. Имеем право рассмотреть? Имеем. А дальше вот здесь оно просто записано таким образом. То есть, если вы вот это вот умножите на вот это, то у вас там перекрестные члены сократятся, потому что там ведь будет плюс и минус. И останется… Ну, еще раз, картинка была иллюстративной, я не утверждал, что это один в один тоже, что мы будем делать. Вот. Так. Окей. Меньше нуля. Ой. Теперь рассмотрим вот такое вот значение. Что это такое? Это мы взяли точку D-C. Вот. И смотрим от нее по направлению U-D какую-то новую точку. То есть… Ну, понятно, я надеюсь, да? Откуда это взялось? То есть, отрезок опять же принадлежим и смотрим окрестность. Вот. Взятие производной по T и приравнивание его к нулю показывает нам, собственно, поведение этой самой нормы в окрестности точки D-C. Вот. Удивительным образом получаем, что оно совпадает с вот этим вот скалярным произведением. Вот. Из этого следует, что вот это вот значение для T в окрестности нуля будет меньше, чем D-C. Ну, функция убывает. Скалярная. Понятно ли, как мы берем производную по T? Поднимите руку, кому понятно, как мы берем производную по T. Так. Ну, окей. Вроде не так плохо. То есть, это можно просто расписать, как скалярное произведение, да именно, ну, короче, под выражением поднормы, транспонированное на него самого, раскрыть, у вас получится скалярная функция. И дальше вы берете производную просто по T от обычного скаляра, как все привыкли, я надеюсь, это сделать. Вот. Отсюда получаем что? Что точка D плюс T на вот эту штуку ближе к C, чем D. А это есть противоречие с тем, что у нас в этих точках достигается вот этот самый инфиум. Вот. Таким образом, ну, аналогичным образом рассматривается случай, когда для V из F, только надо взять минус F. Вот. Таким образом, показали, что для вот такого, для функции такого вида существует, собственно, вот эта самая гирплоскость, для которой выполнено наше определение. Понятна ли логика того, что было сделано? Окей. Собственно, вопрос очень простой, верно ли обратное? Обратное в плане, что если множество, если для множества существует разделяющая гирплоскость, то они будут там, для выпуклых, то они будут не пересекающимися. Да. А, нет. Ну, поскольку здесь меньше либо равно, то простой вариант, типа, вы возьмете прямую и точку 0 на ней, то у вас будет существовать гирплоскость, равная этой самой прямой, для которой все это будет выполнено. Вот. То есть, всякие такие вырожденные случаи, они здесь начинают играть некоторую роль. Вот. И, значит, чтобы было выполнено в обе стороны, надо потребовать открытость одного из множеств. Вот. Когда вы потребуете открытость, все начнет работать. Вот. Но, видимо, доказательство этого факта будет уже в следующий раз, чтобы здесь никого не задерживать особо. Вот. Ну, и тогда в следующий раз мы закончим вот это и обсудим выпуклые функции. А, да, кстати, в следующий раз будет, скорее всего, в Zoom. Я пришлю ссылочку. Вот. Меня, к сожалению, не будет в следующий понедельник. Ну, вроде бы это будет единственный раз, когда такое случится. Вот. Так что про опуклые функции и про закончить проотделимость придется онлайн. В общем, такой план. Все. Всем спасибо. И, в общем, до следующего раза. Надеюсь, будет так же интересно. Пока.